Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 10 тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира 2022 Босния и Герцеговина, Украина. В 9 туре Босния и Герцеговина проиграла ключевой матч дома финнам и лишила шансов на стыковые игры. Стоит отметить, что хозяева умудрились проиграть матчи, играя в большинстве. Главная причина неудач хозяев стал Лукаш Градецкий, который потащил 3-4 мертвых мяча. Шахич тоже был неплох, отбил пенальти от Пуки, но защита Босницева отыграла очень слабо, дав возможность гостям действовать на быстрых контратаках, которые трижды заканчивали забитыми голами. Украина 9 тур пропускала, скатав очередной 1-1 с Болгарией. Команда Петракова свято хранит традиции и не изменяет своему кредо, а 1-1 в этом году хит сезона для Украины. Если Украина не выиграет этот матч, она точно не попадет в стыковые игры. Поэтому гостям здесь нужна будет только победа, которая не гарантирует точное попадание в стыки, но дает неплохой шанс. При этом очень желательно Украине выиграть с разницей в два мяча, тогда даже ничья в параллельном матче не спасет финнов. У Босницев с финнами не играл Джеком. Будет ли он играть с Украиной – вопрос. Сложно сказать, насколько будут настроены Босницы решительно на этот матч, который для них ничего не значит. Другое дело, что два матча подряд на своем поле боснигерца Гавина проигрывает нечасто. Вот так, чтобы не думать на этот матч, можно лупить очередный 1-1. Это будет десятая такая ничья в этом году для Украины, так сказать, юбилейная. У Украины стоит непростая задача – надо не пропустить и забить. А как это сделать, если команда в первом тайме играет на ура, а во втором показывает плохой футбол? Правда, в игре с Болгарией было немножко не так. Украинцы создали много моментов, хорошо играли, сравняли счет во втором тайме, забили несколько голов из офсайда. Все было чики-пуки. У Украины идет чередование двух матчей на 1-1 и одного матча на тотал больше 2,5. На очереди стоит как раз тотал больше 2,5. Боснигерца Гавина последние два домашних матча отыграла на тотал больше 3,5, при этом не побеждала в них. С каким настроением будет играть Украина, понятно. Непонятно, как будет играть Боснигерца Гавина. Если исходить из предположения, что хозяева постараются перед своими зрителями реабилитироваться за предыдущие неудачи в домашних играх и при этом учесть то обстоятельство, что в играх с Казахстаном и Финляндии у Босницев был очень низкий КПД реализации своих моментов, можно ожидать, что игра должна таки получиться забивной, а с учетом коэффициентов можно пробовать играть плюсовую фуру на хозяев. Из связки тотал больше обезобьют до победа хозяев с форой плюс 1, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2,12, на обезобьют до 1,97, на победу хозяев с форой плюс 1,1,61. На роль оптимального варианта, наверное, можно брать традиционное для Украины обезобьют до за 1,97. Атакующий потенциал у обеих команд высокий, гости будут бежать вперед, хозяева постараются от них не отставать. У обеих команд туго заходили мячи в последних матчах, поэтому здесь можно ожидать эдак что-то на 3,2. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь можно играть вариант тотал больше 2,5 за неплохие 2,12. Кто посмелее, можно пробовать играть и тотал больше 3,5 за очень высокий коэффициент 3,62. Кто верит в магию цифр без вопросов, надо ставить на 1,1 за 6,45. Также заслуживает, внимание, вариант непроигрыша хозяев на 1,x дают 2,12. Лично дядю Юре нравится больше всего последний вариант, но явно недооценивают здесь многие хозяев, которые вряд ли будут сливать втихую ничего не значащий для них матч. Мало кто ожидал 1-3 от Финляндии и сейчас немногие ожидают победы от хозяев. Но она не так уж и утопична. Украина в этом сезоне выступает не очень стабильно, чередуя великолепные матчи с неважными. Весь вопрос в том, какая игра придется у гостей на этот раз. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok